Добрый день, Павел Юрьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Да, сегодня у меня такой неожиданный дебют, единство в двух лицах. И начать, поэтому немножко волнуюсь, в два раза сильнее, чем обычно. И начать нашу сегодняшнюю встречу мне хотелось бы с небольшого анонса предстоящих вебинаров на самое ближайшее время. В чате сейчас появились ссылки. Три вебинара у нас предстоят в ближайшее время. Это 16 января пройдет вебинар Анастасии Пахаруковой, методиста лаборатории мультимедийных коммуникаций Сила Медиа и руководителя медиа-центра Вспышка. Вебинар будет посвящен вопросам создания безупречной композиции, слайдов, презентаций. Зная немножко о компании Сила Медиа, о их разработках, сразу могу сказать, что вебинар наверняка будет очень полезным и очень интересным. Поэтому рекомендую. 17 января состоится вебинар Алины Возной, нашего постоянного ведущего, блогера, фотографа и участника Википедии. Вебинар «Свободный контент на Викискладе для преподавателей и библиотекаря. Ищем, используем, пополняем». И 20 января также наша постоянная ведущая Наталья Логачева, ведущая научный сотрудник Уральского социально-экономического института и научный консультант, проведет вебинар «Много или мало? Литературные источники. Как и где искать, чтобы не испытывать информационные перегрузки?». Тема очень актуальная и хочу сразу сказать, Наталья Логачева является еще автором курса по подготовке диссертационных исследований. Поэтому те, для кого эта тема актуальна, пожалуйста, вебинар для вас. И также приглашаем на курс Натальи Логачевой. Ну и после анонса давайте уже тогда перейдем к нашей сегодняшней теме, нашего вебинара. Ну и для начала, пожалуйста, поставьте плюсики в чат, хорошо ли видно, слышно, видна ли презентация, все ли у нас нормально с техникой. Ага, все, хорошо, пошла, отлично. Презентация загружена, файлы в папку ресурсы, можно ее забрать. Когда будете загружать, только не по самому названию файла, а по зеленому квадратику слева, рядом с этим файлом. Пожалуйста, для того, чтобы он корректно у вас скачивался. Спасибо. Итак, сегодня у нас тема про публикационную активность. Ну и, соответственно, рассмотрим некоторые наукометрические показатели и немножечко коснемся работы в Е-лайбрери. Тема достаточно важная, особенно для преподавателей, от которых требуется публикационная активность. Ежегодно проходит, а то и ежесеместрово проходит оценка публикационной активности. Рассчитывается индекс цитирования, поэтому для нас важны, во-первых, эти показатели, во-вторых, они важны не только для нашей оценки. Хорошо бы вообще понимать, да, по каким показателям нас оценивают и за что. Еще хорошо бы их знать для того, чтобы правильно выбирать те издания, куда публиковать. Очень частая ситуация, когда мы публикуемся, публикуемся, а потом нам говорят, у вас низкий индекс цитирования, потому что вы публиковали с ней там, где надо. И вот эти показатели, которые мы сегодня будем рассматривать, они как раз и могут помочь. Часть из них, то, что касается показателей журналов, изданий и статей, вот они могут нам подсказать, в какой журнал лучше публиковаться. И каждый год в наукометрии разрабатывается и затем проверяется на практике огромное количество вот этих наукометрических показателей, в том числе и показателей для отдельных наук. Есть отдельные показатели для общественно-гуманитарных наук, для технических, то, что называется computer science, да, скажем так, компьютерные технологии, IT-технологии. И они все чаще начинают основываться не только на цитируемости публикации статей, но и учитывать другие аспекты деятельности ученых. Почему, с чем это связано? Есть два основных недостатка, которые выделяют все специалисты по наукометрии. Ну, первый недостаток. С одной стороны, наукометрические показатели легко вычислять, но если это даже делать не вручную, то есть формулы, и чаще всего мы сталкиваемся в своей деятельности уже с автоматическим подсчетом. Это легко сделать. Но велик риск, с одной стороны, легко, но с другой стороны, это создает риск их неадекватного использования в качестве единственного критерия для оценки деятельности ученого, ученого-преподавателя. А деятельность она многогранна. Не все может попасть в эти показатели. И второй недостаток использования этих показателей в качестве критериев оценки научной деятельности, в свою очередь, провоцирует многих исследователей, и к накрутке этих показателей различными способами. Вот, кстати, сегодня я вам расскажу о нескольких способах, как это делается. Только не рассматривайте это как призыв, что надо делать ровно так же. Просто какие есть варианты, и как это можно сделать, повысить, не накручивая, не нарушая, скажем так, законы этики, все-таки повысить свой индекс, тот же индекс Хирша. Есть вполне законные способы, и это уже не накрутка. И вот эта вот обеспокоенность таким отношением к наукометрическим показателям, она нашла свое отражение в так называемый Лейденский манифест, опубликованной группой зарубежных ученых. По-моему, основные авторы там были Дайана Хиггс и Паули Волтерс. Это журнал Nature, 23 апреля 2015 года. Ну, для тех, кто захочет найти текст, сообщаю где. И в этом манифесте авторы отметили тревожные симптомы. Прошу обратить внимание, это 2015 год, и это Россия в расчет не принималась. То есть они делали обзоры и свои выводы формировали на основе изучения зарубежного опыта и практики. Широкое распространение ошибочного применения индикаторов к оценке научной деятельности – это первое, что они отметили. И по всему миру университеты, как пишут авторы, одержимы занять высокие позиции в глобальных рейтингах. Шанхайские, Times High Education и многие другие. И из-за этого происходит такая вот окрутка этих индикаторов. Хотя, как сами авторы предполагают и говорят, что, по их мнению, эти рейтинги строятся не всегда на точных данных и иногда на произвольных индикаторах. Второе. Некоторые работодатели начали требовать от кандидатов высокого индекса Хирша или Эйдж-индекса. Есть университеты, которые основывают свои решения на карьерном продвижении сотрудников, опираясь на пороговые величины индекса Хирша и на количество статей в журналах с высоким импакт-фактором. Знакомая ситуация. Преподаватели сейчас наверняка что-то повеяло знакомым. Хотя это 2015 год и исключительно только зарубежный опыт. И исследователи получают возможность указывать эти показатели в своих резюме. И повсюду научные руководители начинают просить аспирантов публиковаться в журналах с высоким импакт-фактором, потому что на это можно получить внешнее финансирование. В Скандинавии и Китае некоторые университеты распределяют средства или бонусы на основе количественных показателей. К примеру, рассчитывая индивидуальные импакт-факторы и распределяя ресурсы по показателям научной деятельности или предоставляя бонусы исследователям за публикации в журналах с высоким импакт-фактором. Тоже знакомая ситуация. И в качестве противодействия такой накрутки показателей, естественно, все это приводит... Как только появляется экономическая составляющая, как только появляется финансовая компонента, происходит то, что называется накруткой показателей. И вот в качестве противодействия такой накрутки предлагается использовать не один показатель, а различные совокупности наукометрических показателей, и в том числе и постоянно создающиеся новые. Вот с этим как раз и связано то, что на самом деле показателей не два, которыми мы обычно пользуемся, это индекс Хирш и импакт-фактор, а гораздо-гораздо больше. Я вам сейчас покажу, сколько их есть, и это еще не все. И как следствие запускается процесс оптимизации такой экспертной оценки в рамках различных организаций, частных научных фондов и государственных, которые обеспечиваются разными методами применения наукометрических показателей. Проводятся разные эксперименты и пытаются найти какой-то такой подход неоднобокий. И это приводит к разработке своих собственных наукометрических инструментов. В основном это показатели для авторов и организаций. Вот визитная карточка исследователя, которая сейчас является его, скажем так, лицом, на основе которого производится оценка его деятельности. Три основных момента сюда входят. Это общее число публикаций, это индекс цитируемости публикации и индекс Хирша. Два самых популярных индекса или параметра анализа на сегодняшний день это импакт фактор и индекс Хирша. Из-за простоты их использования, простоты расчета и чаще всего мы имеем дело как раз именно с ними. Вот про них мы сегодня и поговорим подробнее. Ну, во-первых, сам индекс Хирша. Это наукометрический показатель, который дает комплексную оценку одновременно и числу публикаций ученого и их цитируемости. И можно определить его как для отдельного исследователя, так и для группы ученых, для университета и даже для страны в целом. Ну, вот, видимо, из-за этого он и стал таким популярным. Предложен он был в 2005 году физиком Хорше Хиршем. И формула его очень простая, она здесь есть на слайде. Автор имеет индекс H. Если H из его N статей цитируется, как минимум H раз каждая. Преимущества и недостатки индекса Хирша. Ну, с одной стороны, это более адекватная, наверное, оценка научной продуктивности, чем просто общее число публикаций или общее число цитирований. В некоторых случаях индекс Хирша дает неверную оценку значимости ученого. Вот это уже обратная сторона этой медали. Например, у начинающего исследователя при малом числе опубликованных работ в индекс Хирше, естественно, будет гораздо ниже. Но это не значит, что его работы менее значимы, чем авторов и ученых, у которых заоблачный индекс Хирша. При указании H-индекса нужно указывать реферативную базу данных, по которой он вычислен. И это одна из особенностей, почему у одного и того же человека, например, индекс Хирша может быть различным. Он зависит от той реферативной базы, по которой он вычисляется. И он зависит от списка анализируемых статей. Он может не учитывать отдельные статьи с большим количеством цитирований. Для этого, для уточнения и для этих случаев разработан J-индекс. Плохо может работать для начинающих ученых. Со временем он не снижается. Вот как набрали индекс Хирша 30, так он и остается. То есть он не учитывает дисциплинарную область. Но стал популярен в научном сообществе, хотя было очень много критики. И есть различные случаи, когда этот параметр адекватного значения не дает. И как вычисляется индекс Хирша по этой формуле? Ну вот три ситуации, например, у нас есть. Автор опубликовал 12 статей, каждая из которых цитировалась один раз. Ну, вроде бы хорошо. Автор опубликовал одну статью, которую процитировали 12 раз. И третий автор опубликовал у нас 12 статей, каждую из которых процитировали по 12 раз. Каким будет индекс Хирша в каждом случае? А вот таким он у нас и будет. В первых двух случаях он равен единице. Н статей, и каждая из этих статей цитируется по одному разу. А вот в последнем случае он будет равен 12. 12 и 12. То есть здесь вот вроде бы похожие цифры, но результат совершенно различный. И в первых двух случаях можно увидеть, что общее количество публикаций не влияет на индекс Хирша. Там можно написать и 24 статьи, которые опубликуют по одному разу. И одну статью, которую процитирует 24 раза индекс Хирша, все равно будет равен единице. И модификации, исходя из этих недостатков индекса Хирша, все время придумывают различные модификации, которые учитывают различные аспекты и стараются как-то минимизировать вот эти недостатки, которые есть у индекса Хирша. Вот, например, четыре наиболее такие популярные модификации, которые есть и с указанием их авторов и лет их создания, даты их создания. Но это еще не все. Вот это тоже все модификации индекса Хирша. Это тоже все может использоваться в различных организациях, в различных фондах, в различных учебных заведениях. Мы с этим пока не сталкиваемся, но выходя на международный рынок или, может быть, принимая участие в каких-то проектах, там, где идет финансирование и учитывается публикационная активность исследователей, могут встретиться какие-то из этих разновидностей Хирша. Поэтому, претендуя, особенно если там речь идет о каких-то значимых суммах, выделяемых на гранды, это имеет смысл иметь в виду. И еще немножко Хирша. Это тоже все Хирша. Здесь уже немножко более подробно я расписываю, как они вычисляются, что они означают. Презентацию у вас есть. Можно скачать, можно потом будет посмотреть, что вообще творится в этом мире. И более подробно с некоторыми из этих разновидностей индекса Хирша и с тем, как он рассчитывается, как определить индекс Хирша для своих публикаций, если вдруг это придется делать вручную, а иногда это приходится делать вручную. Вот с этим мы будем знакомиться уже на нашем курсе, который начинается 28 января. Там у нас небольшая такая тема и задание по индексу Хирша будет, но в привязке к работе в e-library. Будем вычислять и работать с ним в e-library. И разновидностей Хирша на самом деле очень много. Сюда часто включаются еще сейчас и альтметрические показатели, помимо библиометрических. Это связано с развитием цифровой среды и переходом все в цифровую среду, с показателями веб-активности. И очень интересные, появляются даже экзотические индексы, например, индекс Кардашьяна. Наталья Ивановна, скачать презентацию, зайти в папку ресурсы и рядом с названием презентации нажать зеленый квадратик. Тогда она у вас скачается. Коллеги, про индекс Кардашьян слышали? Кто-нибудь поставьте мне плюсик или минусик в чат. О! Ну вот, ну вот. Иногда его называют еще пародией на Хирш. Это рождается очень большое количество альтернативных метрик, которыми можно оценивать публикации, особенно в веб-среде. Это и количество просмотров, количество скачиваний, количество упоминаний, репостов, публикаций в социальных сетях, блогах, СМИ и так далее. И вот такая экстравагантная метрика была предложена в 2014 году. Автор назвал ее индекс Кардашьян, которая должна учитывать библиометрические и альтметрические показатели. Автор назвал так свой индекс в честь Ким Кардашьян, который, по его мнению, не достигнув ничего важного в науке, политике или искусстве, тем не менее, входит в число людей с наибольшим числом подписчиков в Твиттере и является одним из самых популярных запросов в Google. И, по мнению автора, в научном сообществе зачастую происходит тот же самый, существует феномен Кардашьян. Когда некоторые научные деятели имеют высокую популярность в социальных медиа, но значительного вклада в науку с результатами своих исследований они не внесли. И вот на основе этого предположения этой гипотезы он разработал индекс Кардашьян или Key Index. Это мера несоответствия профиля ученого в социальных медиа и его публикационной активности. И она основана на сравнении количества цитирований его работы и количества подписчиков в Твиттере. Но это вот он взял только одну из... Только Твиттер, остальные социальные сети не рассматривал. И высокий Key Index указывает на безосновательную популярность ученого, а низкий предполагает, что ученого недооценивают. И он предложил, что ученых с Key Index больше пяти считать кардашьянами от науки. Ну вот появился такой термин. Ну хотя с другой стороны с этим тоже можно поспорить. А популяризация науки это вклад или не вклад? Если человек хороший популяризатор. Ну тем не менее, вот такие даже экстравагантные показатели начинают сейчас появляться. И если вернуться к нашему индексу Хирша, то его принято сопоставлять и в принципе это можно сделать. Условное, конечно, сопоставление, но тем не менее. Среднее значение индекса Хирша и занимаемой должности или ученой степени и звания. Вот эта примерная табличка основана на среднемировых значениях. Все приведенные цифры верны, но при условии, что все публикации автора находятся в базе данных, которые считает этот индекс Хирша. Если же нет, то индекс Хирша будет намного ниже. Вот с этим, кстати, связана основная проблема у русскоязычных авторов, особенно в гуманитарных общественных науках. Вот можно посмотреть уровень 0,5, это где-то начинающий автор, уровень примерно аспиранта. В некоторых источниках встречается, что все-таки 2,3 это уровень аспиранта, а вот выше это уже уровень кандидата. И вот такие у нас показатели. И где-то 40-50, это уже уровень нобелевских лауреатов. Выше, иногда говорят, выше 30, но в среднем берется где-то 40-50, где-то у 84% нобелевских лауреатов индекс Хирша выше 35-40. И, исходя из вот этих примерных, конечно, табличка условная, но в этих границах и лежат, например, требования к занимаемым должностям или ученым степеням, что заведующий кафедрой, профессор, какой у него должен быть индекс Хирша, и в зависимости от этого уже начинают предъявляться требования к количеству публикаций, к количеству цитирований. И все это принимается в расчет, в том числе и при заключении контрактов находит свое отражение в финансовой стороне вопроса. Где смотреть индекс Хирша в e-Library? Ну, так как мы сегодня и про e-Library тоже немножечко затронем. Индекс Хирша можно посмотреть спокойно, не будучи зарегистрированным на e-Library. Но если вы хотите с этим работать и хотите поднимать свой индекс Хирша законными путями, зарегистрироваться в e-Library можно. Напоминаю, что там регистрация возможна двух типов. Вы можете зарегистрироваться просто как участник, как читатель, скажем, в библиотеку. И при регистрации выводится дополнительное поле. Нужно поставить галочку «Зарегистрироваться как автор». Вот тогда вы получаете возможность работать с теми данными, которые есть, но по вашим публикациям. Например, привязывать непривязанные статьи. Индекс Хирша можно посмотреть и в открытом, скажем, доступе, даже не будучи зарегистрированным в e-Library. Например, заходим в поиск, находим поиск по авторам, ничего не заполняя здесь в форме запроса, ничего не вводя, просто нажимаем «Поиск». Он дает вообще всех авторов, которые есть, с указанием их индекса Хирша. Здесь мы его можем увидеть. И индекс Хирша, и количество публикаций, и количество цитирований конкретного автора. Ну вот, разброс, разброс очень хороший, да, от 40, 67, 0, 13. И еще один, хочу показать вам, вот, коллеги, кто знает, не говорю Жареса Алферова, не говорю профессора Андрикосова, не спрашиваю про Петра Капицу, Валеев Руслан Зуфарович. А индекс Хирша – 100. А индекс Хирша – 100. Ничего себе, дважды Нобелевский лауреат. Причем количество публикаций и количество цитирований, обратите внимание. Интересно, да, а вот как, как, как же это так получается? Каким образом, а можно ли такой индекс Хирша заполучить? И как это сделать? Для этого существует множество способов. Причем высокий индекс Хирша, он не только для наших отечественных ученых. Характерен на Западе та же самая ситуация. Вот, например, некоторые наукометрические показатели некоторых ученых, ну, только по одному направлению. Вот была такая сравнительная табличка, связанная с металловидием, с обработкой металлов, и вот взяли ученых из этой конкретной области, посмотрели их индексы Хирша. Вот, да, можно сказать, все практически Нобелевские лауреаты. И данные на 15-й год, обратите внимание, наш знакомый профессор Валиев здесь тоже присутствует, но с индексом Хирша 79, а через 3-4 года, да, у него уже индекс Хирша 100. Ничего себе, за 3-4 года поднять на 20-30 пунктов индекс Хирша, это, в общем-то, да, очень интересно, как это делается. А делается это очень, очень, очень просто за счет, за счет нескольких способов. Ну, например, руководитель, научный руководитель, профессор, несколько лет, лет 10 последние, наверное, не было ни одной из статей, и вдруг цитирований, понятно, что ноль, и возникла необходимость, что нужен индекс Хирша. Что он делает? Он приказывает всем аспирантам, чтобы на его дальнюю работу указывали, ссылались, указывали ссылки. И буквально за короткое время он получает около десятка ссылок, и Хирш становится равным 3. Замечательно уже, но все-таки не 20. Правда, таким способом, и к этому способу иногда преподаватели и научные руководители прибегают, насколько это этично, это уже другой вопрос, но чисто технически это сделать можно. Правда, выше, чем 3-4 индекс Хирша не накрутить, и если к 70 его цитированиям, которые дают Хирш 6-7, добавить еще десяток, то ничего от этого не изменится. Но если взаимоцитирование осуществлять не в рамках единоличного такого хозяйствования, а объединиться в колхоз, то вот такая ситуация, как на нашей табличке, с резкими ростами Хирша, она вполне возможна. Ну вот первая фамилия в этом списке, Лэнгдон, профессор Саундгенского университета Великобритании, он опубликовал 942 статей, каждая из которых была процитирована в среднем 41 раз. Для опубликования такого количества статей необходимо в течение 50 лет публиковать по 19 статей в год. При этом они должны быть высокого качества, чтобы попасть в журналы с высоким импакт-фактором. Но это невероятнейшая просто результативность, особенностью учитывая, что в первые годы работы исследователей публикационная активность, естественно, была намного и существенно ниже. Но для сравнения, если вспомнить Мобелевского лауреата, академик Капец, который за всю свою продолжительную научную карьеру опубликовал всего 74 статей. Как же достигается вот такой вот значительный прирост? Ну, первое, если посмотреть публикации того же профессора Лэнгдона, это количество соавторов. Количество соавторов доходит до нескольких сотен. И на протяжении своей карьеры профессор работал не в одиночку, а с десятками команд из различных стран. Из России в том числе. Там и страны Запада, и Япония, Китай. И у других ученых, вошедших в этот список, в эту табличку, у них также много соавторов и много команд, с которыми они работали и работают. Чем выше место ученого в таблице, тем больше ученых и стран было ими вовлечено вот в такое объединение, в такую кооперацию. Однако важно не просто объединить большое число исследователей в научной работе для выполнения экспериментов и написания статей, а создать множество команд в рамках одной большой команды. Разные команды по разным направлениям, у каждого своя специфика, но все они объединяются одной темой исследования, одной большой командой. Это помогает увеличить количество взаимного цитирования. И вот этому придается чрезвычайное значение. Как работает механизм взаимного цитирования в рамках этой группы? Вот таким образом. Команды цитируют друг друга, цитируют авторов, и чем большее количество команд вы входите, тем большее количество цитирований вы и получаете. Ну и вряд ли можно усомниться здесь в том, что такое интенсивное взаимное цитирование разных команд в рамках одной большой носит согласованный характер. Конечно же, да. Это приводит к обширному списку цитированных источников, и в принципе это не возбраняется. И даже считается правилом хорошего тона взаимоцитирования, подчеркивает нашу хорошую осведомленность в области проводимых исследований. Но вот такое массированное взаимное цитирование, созданное искусственным характером, ну здесь, наверное, уже к вопросам этики. Есть вопросы, да, к этической составляющей. И в результате ученые, находящиеся на вершине вот такой вот условной пирамиды, они цитируются чаще всего, и, соответственно, у них очень быстрый прирост и чиндекса за счет использования вот такого командного подхода. При этом они стремятся вовлекать в тему, ну в рамках существующих команд все больше молодых ученых, и это зачастую дается, потому что они тоже заинтересованы в росте Хирша, а в соавторстве с известными людьми это сделать гораздо быстрее и прочее. И таким образом, для достижения высокого индекса Хирша нужно публиковать как можно больше статей, создавать множество команд в рамках одной большой команды, работающей над одной темой, для проведения экспериментов и написания статей, тогда этот процесс идет быстрее. И при этом организовать всю многочисленную команду таким образом, чтобы интенсивное и бесперебойное взаимное цитирование было гарантировано. Ну вот такой вот бизнес-маркетинг в сфере научных публикаций, он существует. Это вот один из подходов, как увеличивать себе индекс Хирша. Три варианта. Один, о котором мы уже сказали, как поднять индекс Хирша. Ну не будем говорить выше звезд, хотя бы. Это коллаборация, это вот создание вот таких команд. Это есть такой ролик, вот радость взаимного цитирования. Да, взаимное цитирование. Часто мы друг друга цитируем. Иногда преподаватели просят друг друга, процитируй меня, потому что нужны цитаты. И самоцитирование. С самоцитированием очень осторожно, потому что при расчете индекса цитирования преподавателей, например, статьи, ссылки самоцитирования, ссылки на себя, на свои работы, они либо не учитываются, либо учитываются, но с минимальными коэффициентами. Поэтому они большого прироста могут не дать. Это вот основные три таких способа, три приема, как можно поднять себе индекс Хирша. И два момента, которые вполне законные, которые вполне нам по силам сделать уже сейчас каждому, это исправление ляпов и выбор издания для публикации, которые индексируются нужной системой. И плюс третий момент, это отслеживание непривязанных публикаций в e-library, если мы говорим о e-library. Про исправление ляпов, что здесь имеется в виду? И про выбор издания. Ну, положим, Хирш вычисляется и вычисляется конкретной системой индексации публикаций, например, RINs e-library, то, что нам ближе всего. А вот теперь смотрите, про ляпы. Если, например, публикуясь на английском языке, один раз вы используете для имени, например, Юлия или Юрия, Юрий пишите через J, а другой раз через YI, то система автоматом считает, что это разные люди и у каждого публикаций меньше. И ваш индекс Хирша будет меньше. Он их просто может не учитывать. Это совершенно разные люди. Он их будет считать дважды. Поэтому очень важно, когда вы пишете статьи, публикуете статьи в англоязычных изданиях, либо с переводом на английский язык, соблюдать правила транслитерации и писать свое имя единообразно везде, потому что иначе он вас будет засчитывать как разных авторов. Конечно, связавшись с админами, можно представить доказательства, объединить эти две записи, но всегда это сложно, это занимает много времени, поэтому лучше писать единообразно. Или я знаю свои публикации. Вы знаете свои публикации, посмотрели в системе, а они не все индексируются. Почему? Ну, система ищет публикации по издательствам и журналам, а они не все в эту систему введены. В мире очень много изданий. Что делать? Обычно в системе есть опция, либо указать, где в каких журналах искать мои публикации, и через недельку робот обходит все эти указанные места и собирает ваши публикации и может добавить вам к индексу Хирш прирост. Но вот это все уже не накрутка, это скорее забота о себе любимого. Если не поможешь себе сам, то никто не поможет. Почему? Ага, Наталья Ивановна, есть еще один способ накрутки. Если ты открыл свой журнал и публикуешь статьи людей, вписывая туда в списки источников свои труды... Да, да, тоже... Спасибо, Наталья Ивановна, да, тоже такой способ присутствует. Но... Списки источников... Да, но это уже вопрос скорее... Если я открыл свой журнал, имеется в виду свой собственный журнал, да? Правильно? Но вот если это свой собственный журнал, и туда вписываешь свои труды, то вопросы могут возникнуть потом в самих базах данных, где ваш журнал будет индексироваться. Есть риск, что могут и выкинуть. Почему в разных системах индексации результаты различные? И вот с этим мы тоже, кстати, очень часто сталкиваемся. В скопе все у вас одни показатели, и в РИНС совершенно другие. Но, во-первых, алгоритм поиска публикации, он различен. Одна система ищет прямо в издательствах, другая в базах данных, и результаты получаются разные. РИНС индексирует и русские, и английские статьи, что, в общем-то, хорошо. Особенно для начинающих, потому что первые статьи, да и потом много статей может выходить исключительно на русском языке. Но не индексируется просидинги и конференции, то есть публикации докладов, сделанных на конференциях. Вот это вот уже плохо. А скопус индексирует и просидинги, то есть публикации докладов на конференциях, и статьи, но только на английском, а русские не учитывают. Ну вот, везде есть свои особенности. Поэтому, если разрешено указывать для проекта Хирш по одной из систем на выбор, РИНС, Вебов, Сайенс или скопус, то лучше выбирать ту, которая дает вам больше прирост и больше результатов, где Хирш выше. Соответственно, вопрос, который иногда возникает. А у самого-то Хирша, какой Хирш? Ну вот, пожалуйста, у самого Хирша показатели по Google Scholar скопус и его различные. Почему так получается? Вот как раз по той самой причине, что разные базы включают разные источники, и наибольшее количество публикаций, например, у данного автора, собрано в базе данных Google Scholar, и там можно, ну и не только у него, там можно найти информацию о трудах ученых вне зависимости от формата этой книги, и отчеты, и учебно-методические материалы. В общем, все, что робот найдет, обходя все эти сайты. Все, что найдет в интернете, и все, что сочтет нужным. А вот базы данных скопус и ВОЗ, они включают в себя статьи из тех источников, журнала и сборники, которые получают одобрение экспертов. И охват этих источников гораздо меньше, чем в Google Scholar. И публикации при этом проходят процедуру рецензирования. И часто источники, которые входят в скопус, они не входят в Web of Science, и наоборот. Вот из-за этого и происходит вот такое разночтение в чтении индекса Ихирша. Тогда, если ученые публикуют статью в журнале из скопус, а работы, которые ссылаются на эту статью, попадают в Web of Science, то количество цитирований из скопуса, эти данные, могут не учитываться. И индекс Ихирша не учитывает количество соавторов и индивидуальный вклад каждого из них. Вот это еще один из недостатков индекса Ихирша. при оценке индивидуальной, скажем так, полезности исследователя невозможно оценить, кто из авторов на самом деле написал эту статью, а кто как там только вписал туда в списки источников своей труды, которые могут вообще никакого отношения не иметь. Ну вот такой небольшой пример в 15-м про количество соавторов. В 15-м году, в 2015-м году физики из ЦЕРН получили уточненную оценку массы, там что-то связано с бозоном Хиггса. Ну это было целое открытие и по этому поводу была опубликована статья. Статья заняла 45 страниц, из которых только 13 были посвящены самому исследованию. 13-и 45-и. Все остальные страницы это список соавторов. А их было, это был рекорд, их было 5154 человека. Нормально так. И естественно, значимость этого открытия сомнению не подлежит, оно было значимым, но оценить вклад каждого конкретного ученого вряд ли представляется возможным. И если статью цитируют, и соответственно цитирование увеличивается у каждого из этих пяти тысяч с лишним авторов равнозначно. То есть все молодцы. Для более глубокого анализа публикационной активности автора лаборатории или организации рекомендуется использовать вместе с индексом Херша еще и другие наукометрические показатели. Нормализованная цитируемость, цитируемость нормализованная по журналу, квартель журнала. Ну вот это основные три показателя, которые помогают как-то дать более объективную картину качества самих публикаций. И у нас был вопрос, был вопрос, я увидела во вкладке вопроса, Александр Александрович Андреев нас спрашивает, в чем состоит принципиальное отличие Херша от G-критерия, от G-индекса, наверное, да? Александр Александрович, вот эти вопросы мы более подробно будем разбирать на нашем курсе. Мы посмотрим отличия и значения различных индексов. Конечно, не всех, как вы видели, их очень много, но основных H-G-индекс мы посмотрим, как он вычисляется. И второй вопрос, что значит термин привязать статью? Вот как раз мы к этому сейчас и подходим, Александр Александрович, как привязывать свои статьи и как можно повысить свои показатели по количеству публикаций и по количеству ссылок, привязав свои, ну, рассмотрим на примере привязки своих публикаций. Раз спросили про статьи, про статьи, посмотрим. Если мы говорим о ринце, то это делается спокойно в e-library. Ну, вот на этом примере и рассмотрим. Как привязать свои непривязанные публикации. Но для этого можно сделать только, если вы зарегистрированы в e-library как автор, не просто как читатель. вот тогда вы заходите на свою личную страничку, находите публикации и вот здесь в форме вы выбираете публикации автора, включенные в ринц или, если вас интересуют, публикации еще из ядра ринц, а это в ядро ринц входят те журналы, которые индексируются в Web of Science или в скопус. То есть они, да, русскоязычные, например, высшее образование в России, он сейчас стал скопусовским журналом и он входит уже в ядро ринц. Поэтому, если вас интересуют только эти издания, тогда здесь выбираем не просто ринц, а ядро ринц. И вот здесь выбираем из списка показывать непривязанные публикации, которые могут принадлежать данному автору. Есть такая не очень приятная для авторов особенность в ринцах, когда он индексирует статьи, особенно если они идут в соавторстве. Есть очень много же тезок по фамилии, по имени, по отчеству. Иногда и полностью совпадаем. И некоторые статьи, он не уверен, что именно вы являетесь соавтором этой статьи или автором этой статьи и он ее к вам не привязывает. То есть он ее вам не засчитывает. Она в базе есть, она в списке присутствует, но на вашей личной страничке эта статья не отображается. Вот иногда возникают вопросы от авторов. А вот я написал статью, она вышла, а в ринце ее у меня на страничке нет. Значит, она сидит, посмотрите, скорее всего, она сидит в непривязанных публикациях. Ну и дальше кнопочка поиска, он выводит вам все публикации, которые он нашел на данный момент. Открываете список, здесь будут и ваши, и не ваши. Просматривая этот список, вы же свои публикации сами хорошо знаете, самое главное, только чужие к себе это не подтаскивайте. То из этого списка просто галочками отмечаем свои публикации. Вот это моя публикация, да, вот это вот была у нас публикация, вот это, да, вот здесь в составе авторов, да, было. Отметили все свои публикации галочками, а дальше переходите вот сюда по стрелочке в менюшке есть вот такой пункт добавить выделенные публикации в список работ авторов. Вы их добавляете, нажимаете кликом мыши, они к вам привязываются и теперь они появляются, исчезают из этого списка, но появляются на вашей странице. Поэтому смотрите, чтобы чужих публикаций к себе не натащить. Авторы могут обидеться. Ну и вот до, до было, например, пять публикаций на library и после того, как прошлись, вот три публикации добавили, восемь публикаций, вот оно появилось. И здесь небольшая минута такой рекламной паузы сделаем. На нашем курсе библиография для небиблиографов ссылка здесь тоже есть. И то, о чем говорил Павел Юрьевич в самом начале, мы с e-library будем уже более подробно работать. Мы отработаем уже на примерах каждый на своих статьях, посмотрим свой индекс Хирша, привяжем свои публикации и не только публикации, мы сейчас посмотрели, как привязывать публикации, но то же самое можно делать и с ссылками, смотреть, кто цитировал наши работы и относится ли это действительно к нам. И есть вот такие непривязанные ссылки, их тоже можно привязать, за счет этого тоже можем поработать со своим индексом Хирша и с количеством цитирований. Владимир Анатольевич у нас пишет, количество публикаций стали учитывать по числу приписанных, но не участвующих с авторов провести отдельный раздел трудов, опубликованный без авторов. Да, наверное, да, наверное, да, соглашусь. Не всегда было, наверное, все-таки разница есть, опубликовано это в соавторстве или опубликовано это самостоятельно полностью, все-таки различий, в том числе и в трудоемкости есть, бывает обидно. И пройдем немножко по наукометрическим показателям уже для статей и журналов. Самый главный показатель, который для нас важен, это показатель импакт-фактор. Что такое импакт-фактор журнала? Это индекс влияния издания, журналы импакт-фактор. Это показатель, который характеризует включенность журнала в такой научный мейнстрим. Впервые этот показатель, кстати, его аналог существует давно, с 1873 года. Впервые он был введен при анализе цитируемой юридической литературы. Импакт-фактор публикуется ежегодно в Web of Science в ресурсе Journal Citation Report GCR и термин импакт-фактор где-то с 60-х годов существует. Формула его вычисления основан на трехлетнем периоде. При подсчете используется двухлетнее окно публикаций и однолетнее окно цитирований. Что это значит? Например, импакт-фактор журнала в 2015 году. Как он будет определяться? Это число всех ссылок или цитирований в 2015 году, которые были получены статьями журнала, опубликованными в 2013-2014 году. То есть сколько в 2015 году процитировали статьи, которые были опубликованы в этом журнале за предыдущие два года, 2013-2014. Вот такой способ расчета, откуда берется этот импакт-фактор. Но здесь важно помнить, что для некоторых изданий по некоторым гуманитарным наукам импакт-фактор может не опубликоваться из-за специфики цитирования. И у каждой научной дисциплины есть свои собственные традиции цитирования и такого абсолютного значения импакт-фактора может не быть. Но в общем считается, что чем выше импакт-фактор научного журнала, тем выше вероятность статьи, попавшей в этот журнал, что ее процитируют. Естественно, выше престижность. И поэтому этот показатель может стать таким главным показателем, на который можно ориентироваться при поиске актуальной научной информации и при выборе издания для публикации результатов своих исследований. А также импакт-фактор журналов, в которых публиковались ваши работы, может учитываться и при распределении грантов, при выдвижении на научные премии. То есть важно не только ваш личный индекс Хирша, но и то, в каких журналах вы публиковались. Потому что в индексе Хирша он этого не учитывает. Это важно иметь в виду. И когда мы ищем информацию, и когда мы пытаемся или стараемся там опубликоваться. Но области разные, отрасли разные, еще раз повторюсь, традиции цитирования разные, поэтому импакт-фактор 0,6 в одной отрасли может считаться фу-фу-фу, очень низкий, а в другой может считаться супер. Поэтому здесь тоже важно на этот момент обращать внимание. Ну и по каким базам рассчитывается импакт-фактор? Это 4 базы, которые есть. Это скопус, это веб-оф-саймс и 3 базы и ринс. Ну по скопусу может вычисляться как импакт-фактор. Здесь есть два момента. Есть Семага Джорнала Рэнкинг и Сурса Нормалайз Импакт-фактор СНИП так называемый. То есть два вот этих показателя могут рассчитываться по скопусу. Где смотреть импакт-фактор в Ринце? Можно посмотреть, можно посмотреть все данные и по ядру Ринца, и по двухлетнему импакт-фактору без самоцитирования, а журналы могут заниматься самоцитированием. Кстати, по поводу самоцитирований вот в скопусовских точно принято не больше 30-33% может быть самоцитирований в журнале, иначе его могут просто снять с удалить из базы. Он может попасть в число неблагонадежных. Ядро Ринца это те журналы, которые включены в Web of Science, Копус или Russian Science Citation Index. Вот если мы стремимся к высокому качеству наших публикаций, нам нужны хорошие издания, лучше выбирать их по ядру Ринца. Russian Science Citation Index рассчитывается на платформе Web of Science. Это база данных авторитетных российских журналов, которые отобраны в экспертных группах на основании формальных библиометрических критериев, библиометрических показателей журналов и общественной экспертизы. База мультидисциплинарная и является составной частью ядра Ринца. То есть ядро Ринца это лучшая публикация российских ученых, включенных хотя бы в одну из трех баз научного цитирования. Ну и иногда рассматривается ядро Ринца журнала оттуда рассматривается в качестве альтернативы перечню журналов фак. Но аспирантов особо обольщаться не стоит, надо все уточнять у своих научных руководителей, но чаще всего они и входят в этот перечень, кстати, большинство из этих журналов. И по скопусу пара слов на что еще следует обращать внимание для определения качества издания и публикации в нем для того, чтобы наши статьи нормально индексировались. во-первых, квартели. Квартели используются в скопусе. Квартель это или категория. Чем выше категория журнала, тем он более высокорейтинговый. Но, как правило, то, что попадает в самую высокую зеленую зону, это высокорейтинговые журналы. Они чаще всего без открытого доступа, распространяются только по подписке и сроки рассмотрения там очень большие сроки публикации, стоимость очень высокая, поэтому для начинающих в первой квартели лучше не стремиться. Но, наша категория это в основном третий квартель, куда обычному преподавателю можно зайти. Но, если журнал не попал еще, например, в какой-то из этих квартелей, например, то же самое высшее образование в России, когда только-только они вошли, стали скопусовским, но в квартелях они не отображались, это еще не значит, что они туда не, они просто не набрали необходимого количества статей цитирования, необходимых данных для того, чтобы быть проиндексированными уже в каком, быть отнесенными к какому-либо из квартелей. Поэтому нужно тоже очень внимательно смотреть. Ну, вот есть такой ряд журналов, которые вошли, они еще молодые, они постепенно наращивают свой квартет. Владимир Анатольевич, если у зарубежного англоязычного журнала высокий импакт фактор, журнал входит в первую десятку рейтинга, но он не входит в базы цитирования по статье, в таком журнале никак не будут учтены. Значит, смотрите, Владимир Анатольевич, если, да, если при расчете, если он не входит, он может входить в какие-то другие базы, ведь помимо RINCE, VOS и SCOPUS есть другие базы, международные базы данных, международные реферативные базы цитирования, просто он может входить туда, это надо просто посмотреть по самому изданию, обычно они пишут на своих сайтах, в каких базах они индексируются, но если его нет, не в SCOPUS, поэтому он преспокойно может жить там и иметь, кстати, высокий импакт фактор, но если он не индектируется ни SCOPUS, ни Web of Science, ни RINCE, это скорее для нас, как для авторов вопрос, а будет ли он засчитан нам при оценке нашей публикационной активности в нашем учебном или научном заведении, вот здесь может возникнуть трудность, тогда он не будет, да, Владимир Анатольевич тогда не будет учитываться, вот это важно отслеживать с самого начала, когда вы только собираетесь публиковаться, то есть для чего нужна эта публикация, для имиджа это одно, он может быть очень высокорейтинговым и таким имиджевым журналом, да, в какой-то области, в которой вы публикуетесь, но для формальной оценки индекса цитирования вашего, а вот у нас требуется только RINCE или только SCOPUS, а сейчас вообще может требоваться только Web of Science, и вот эти публикации мы учитываем, остальные нет, тогда он туда у вас не попадет, да, то есть есть такой момент неприятный, и по квартелям, по SCOPUS, ну, чаще всего мы в SCOPUS прорываемся и публикуемся, и требуется с нас издание пока еще SCOPUS, слава Богу, ну, вот здесь можно увидеть, вот он индекс журнала с указанием его квартеля, также H-индекс есть и у журналов, вот он здесь тоже есть, тоже индекс Херша, но только для изданий, и сразу обращаю, сразу смотрим по квартелям, и выбираем те журналы, которые нам могут подойти, вот из этого списка уже смотрим, здесь уже сделана выборка по категории, по тематике, и они отобраны по определенному направлению, не просто все журналы, а те, которые интересуют меня, там эту выборку можно сделать, в настройке с AGR, вот с этим мы тоже на курсе, будем тренироваться и отбирать журналы, и смотреть, как учиться, как искать информацию, вот, кстати, с использованием вот этой надстройки к SCOPUS, как собирать публикации скопусовские для тех же цитирований, например, в собственных работах, нам же надо ссылаться на иностранных авторов, вот откуда их брать, это самый такой быстрый и простой способ, наверное, ну и сразу обращаю ваше внимание на эти замочки, если они стоят, то вы можете по карточке журнала потом перейти на сам сайт журнала, и там уже смотреть публикации, то есть они в открытом доступе, их можно скачивать, то, что закрыто, только по подписке, мы можем перейти на сайт издания, да, посмотреть информацию об этом издании, да, но вот в архив номеров мы залезть уже не сможем, и сможем, но не читать и не не скачивать, это будет от нас закрыто, и еще один важный момент, на который стоит обращать внимание, это так называемый Total Sites Free EAS, количество цитат, количество цитат, вот он здесь у нас обозначен, выделен, это количество цитат, которые получили журнальные статьи за последние три года, это важный показатель, общее количество цитирований, которые были получены в выбранном году, журнальными статьями, опубликованными за последние три года, ну, это говорит о популярности и издания, и статей, которые в нем публикуются, ну, и есть еще несколько таких универсальных, это вот то, что нам нужно для выбора изданий, на что тоже следует обращать внимание, ну, и несколько наукометрических показателей, которые можно отнести к разряду универсальных, они могут быть применимы и к изданиям, и к организациям, и к отдельным исследователям, вот список здесь с кратким таким рассмотрением я вам здесь привожу, на них сейчас мы останавливаться не будем, по ним мы более подробно пройдемся уже в нашем курсе, информацию я вам предоставлю именно по этим показателям, чтобы больше быть в курсе, ну вот один не могу обойти вниманием это дециль это так называемые ранговые индикаторы average percentile это наукометрический показатель для сравнения качества публикации он определяется попаданием данной публикации или группы публикации если говорить о журнале в определенный дипозон так называемое нормализованное цитирование и если так совсем уж по простому сказать то чем меньше дециль ну кроме нуля конечно тем лучше дециль равный одному соответствует попаданию в десятку в 10 процентов лучших не в десятку прошу прощения в 10 процентов лучших дециль равный двум это диапазон от 11 до 20 процентов лучших то есть это показатель лучшести причем он применяется и к изданиям и к журналам и сейчас недавно он появился в ринце к отдельным исследователям здесь важно только помнить одно для публикации текущего года этот показатель не рассчитывается как он делается по ранговому методу это нам может быть и не столь важно сейчас знать на курсе если кому-то будет интересно я вам об этом поподробнее покажу и расскажу но для нас важно что этот дециль появился сейчас уже в наших данных когда вы заходите на карточку автора его можно посмотреть и по свой собственный есть ли у вас такой дециль в рейтинге или нету и можно посмотреть по другим авторам но только если вы зарегистрированы сами как автор зарегистрированы в системе тогда можно открыть карточку любого исследователя из ринца и посмотреть дециль ну вот например дециль в рейтинге по направлению не не буду из этических соображений говорить называть фамилию ученого но вот дециль в рейтинге по направлению 2 это реальный человек это реальные данные взятые из ринца из открытого доступа это значит что в его тематическом направлении education science народное образование педагогика если по рубрике ГРНТИ его статьи попадают в двадцатку лучших это показатели показатели вот это уже может считаться показателем качества работ ученого а вот второй человек дециль в рейтинге по направлению один та же самая рубрика то же самое тематическое направление но это уже уже десятка лучших и соответственно если две статьи двух авторов по одинаковой тематике значит у одного качества выше его работ чем у другого ну и для определения индекса цитирования несколько слов об условиях которые необходимы для учетов публикации и определения индекса цитирования как это чаще всего происходит в организациях во первых что будет иметь значение во первых расчетный период он может быть разный в разных организациях в разных вузах он может отличаться например в одном так с мая там по май следующего года у кого-то сентября у кого-то по другим может быть каким-то данным наличие выходных данных публикации да профиль публикации должен соответствовать обязательно профилю вуза место работы автора вот это еще один важный момент для увеличения индекса хирша место работы и учет публикации место работы автора указанное в статье должно соответствовать тому месту работы по которому и будет происходить зачет если это другие какие-то организации были указаны в статье то в список статей вашей организации они уже не попадут то есть они вам могут не зачесть их вам не зачтут обязательно должна быть регистрация как автора в ринце и публикация принимается очень часто сейчас вводят такое же значение правил в нескольких организациях я с этим сталкивалась что в расчет принимаются только те публикации которые есть уже в базах данных в ринце либо в скопусе мы даем только раньше мы предоставляли ксерокопии наших статей и сборников и так далее сейчас от этого отходят ссылку дайте мне гиперссылку я по ней перехожу и проверяю есть ли эта статья в базе и насколько она соответствует требованиям поэтому вот здесь тоже нужно принимать в расчет скорость публикации в ринце выгружаются иногда очень долго иногда быстро иногда этот процесс затягивается и мы не попадаем в расчетный период поэтому не оставляйте публикации на последние месяцы недели до истечения расчетного периода для того чтобы не пролететь а раз публикационная активность ниже значит вы требования не исполняете а значит это может сказаться на финансовой стороне особенно сейчас у преподавателей при переходе на эффективные контракты на контракты есть определенные нормативы по публикациям в разных вузах они разные но вот здесь можно не учтя сроки можно себе очень неприятности получить и это основные основные моменты заходите в РИНС и находите свои публикации почему очень важно еще привязывать публикации к себе во-первых а во-вторых проверять по страничке вуза в РИНС там тоже приводятся ваши публикации отображаются и если мы говорим об определении индекса цитируемости профессорского преподавательского например состава то проверяются не личные странички преподавателей а проверяется вот та страничка вуза если ваша публикация там вот если ее там нет если она еще к вам не привязана то считайте вы ее потеряли поэтому очень важно вот этот момент тоже самостоятельно еще отслеживать и для вот такой небольшой шаблон для расчета индекса цитируемости я вам здесь привожу скриншотами да это вот три просто я их увеличила все это идет в одну табличку публикации учебные издания и цитирование вот три параметра которые чаще всего например в педагогической деятельности они присутствуют и приведенные здесь цифры это те коэффициенты которые присваиваются за плюсики в каждой из этих граф и вот Владимир Анатольевич при расчете индекса цитируемости вот смотрите соавторы и авторы тот же скопус например или в эпохсаймс вот здесь уже в конкретной организации коэффициент отличается идешь ли ты с автором или идешь ли ты с автором ну слава богу хотя бы здесь это учитывается то же самое и по монографиям и в общем-то везде авторов от соавторов начали начинают отделять и вот посмотрите самоцитирование самый низший коэффициент присваивается поэтому на самоцитирование сейчас далеко не уедешь ну если кому-то интересно подобные таблички есть в экселевском файле и на курсе мы с ними будем поработаем попробуем рассчитать свои собственные индексы цитирования и еще пара заключения пара таких трехшаговая подсказка трехшаговый лайфхак как проверить издание в котором опубликована ссылка на нашу статью это тоже может иметь значение при том же расчете индекса публикационной активности не просто сколько раз нас процитировали а где процитировали ли наши работы в издании скопус в эпохсайенс или в журналах вак или в ренце разные коэффициенты это может тоже иметь весомое значение для расчета собственного персонального индекса цитирования как это определить а где меня цитировали а также в ренце в е-лайбрере переходим по году цитирующей статьи находим все ссылки на нашу работу вот он показывает наша книга была в каком источнике была процитирована и кем все эти данные уже есть а дальше мы просто переходим на этот источник да это работа не пяти минут сразу скажу это все надо отсматривать но она позволяет нам вот расставить правильно коэффициенты а дальше мы переходим просто на страничку этой статьи и смотрим что это за источник находим да какая конференция если это конференция если сборники конференции иногда не по названию источника приходится искать а по названию самой конференции и дальше мы смотрим что это за издание переходим на третий шаг Первые отсылки, второй проверяем статью и третий переходим на издание. И вот смотрим, входит ли она в РИНС. Да, в ядро РИНС не входит, в скопус Web of Science не индексируется. Ну, значит, это РИНСовская статья, это значит, мы получим там 0,5 коэффициент за цитату, что нас процитировали в этой статье. Это уже коэффициент пойдет нам, мы такие молодцы, что нас цитируют. Ну, и если входит в Web of Science, то или в скопус нам больше плюсов. Так что, вот таким образом можно проверить свой индекс цитируемости, можно делать это не обязательно в самый последний момент, это хорошо это делать периодически, для того, чтобы к моменту аттестации, различных конкурсов и прочее, вам не пришлось затрачивать на это слишком много времени. В РИНС можно проверить огромное количество информации. И вот за счет привязки статей, привязки ссылок мы можем свой индекс Хирша и правильной транслитерации мы можем повышать свой индекс Хирша, ну, взаимоцитирование, да, но все-таки постараться его не накручивать, а соблюдать нормы этики деловой жизни. Ну, вот на этом, коллеги, мы сейчас с вами добрались до конца нашей сегодняшней встречи. Ага, так, еще вопрос у меня один появился, сейчас я на него отвечу. Моя статья была опубликована в трудах Китайского университета. Как мне ее привязать в РИНС? Если она не индексируется в РИНС, не была проиндексирована в РИНС, то вряд ли это получится, но вы, Александр Александрович, вы мне данные просто... А чего данные? Приходите на наш курс, приносите свой вопрос, и мы попробуем ее посмотреть, можно ли ее привязать к вам. Привязать к РИНСу ее вряд ли получится, если она там не индексируется, но если она есть в РИНС, то вы сами сможете ее спокойно привязать к себе, и мы это сделаем. И, коллеги, как раз... О, ну вот, замечательно! Все, собирайте вопросы, Александр Александрович, и на курсе, как раз в процессе обучения мы это все отработаем. Кстати, о курсе. Значит, коллеги, сейчас у нас в завершении вебинара предстоит очень ответственная для меня задача. Поэтому на какое-то время я немножко вас покину, но не уходя из эфира. Мне нужно выдать вам сертификаты тем, кто сегодня пришел. Поэтому сейчас, так, некоторое время пока я буду здесь, но меня не будет в эфире. И еще раз напоминаю про курс, который у нас начинается с 28 января. Курс «Библиография для библиографов». И вопросы, которые мы рассматривали, сегодня мы к ним еще обратимся, но уже более с практической точки зрения. Например, отработка в РИНС, работа с Е-Лайбрери. Передом мы уже будем проходить на практике. Ссылка здесь есть. Спасибо, Павел Юрьевич, повторил в чате. Записаться на курс нужно перейти по ссылке и запрос запросить, посмотреть, во-первых, всю информацию и просто заполнить форму. И про сертификаты. Сейчас я несколько отвлекусь. А вы, коллеги, если есть какие-то вопросы, есть какие-то пожелания, можете пока писать или во вкладку «Вопросы» или в чат. Я вернусь очень скоро. И отвечу на вопросы. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . 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